я приветствую всех на телеканале беларусь 4 это музыкальная среда это значит что будет звучать много хорошей музыки и интересные талантливые гости классика всегда актуально говорят и о моде и о музыке ну а моя сегодняшняя гостья прекрасно знает как классическую музыку преподнести красиво и со вкусом сегодня музыкальной среде солистка гомельской областной филармонии на лауреат международных конкурсов и фестивалей обладательница колораторного сопрано и просто красавица ольга кузьменко давайте встречать и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 певицу Ольгу Кузьменко. Готова отвечать на разные вопросы, которые я тебе подготовил? Конечно. Итак, вот признаюсь честно, когда вижу тебя на сцене, всегда, ну, восхищаюсь твоим выступлением. Будь то какая-то маленькая сцена или огромный концертный зал, вот вопрос, откуда в тебе столько много энергии? Откуда ты ее черпаешь? Что является этим пауэрбанком, от которого ты питаешься сама? Сама музыка. Сама музыка вдохновляет. Еще столько всего не спетого, кажется. Еще столько неизведанного вокруг. Музыка настолько разнообразна, что хочется всего и побольше охватить за жизнь. Поэтому где-то какие-то отношения, где-то какие-то впечатления, какие-то поездки. Все вдохновляет, вдохновляет даже то, когда ты выносишь мусор вечером и поднял голову, там звездное небо. Даже такие моменты? Даже такие моменты. И кажется, вот там, где-то царица ночи должна быть точно. И вот оно вот навевает, и как-то мысли цепляются, и кажется, вот еще вот там какая-то вот есть ария, какая-то есть какое-то произведение. А потом это так красиво бывает, что вырисовываются какие-то узоры. А узоры это обязательно фортепиано рядом. Это что-то надо сыграть. Я положила ребенка спать, и уже, конечно же, у меня электропиано. Я соседей не... Вот хотел спросить, а фортепиано сколько места в квартире занимает? У меня электропиано, оно занимает достаточно мало. Я именно из экономии, да, так скажем, вот место в квартире, в комнате я купила себе электропиано. Я одеваю наушники и музыцирую полночи с огромным удовольствием. Я хочу от возвышенной темы перейти к некоторым бытовым моментам. Потом, безусловно, снова вернемся к возвышенной теме классической музыки. А вот та капель, которая установилась вот в эти дни, когда вот после заморозков опять началось потепление, сейчас вот-вот поплывут ручьи. Такая погода вдохновляет тебя? Очень. Очень вдохновляет. И ожидание весны, и уже теплое солнце, и нет мороза, который очень неприятен связкам. И когда ты идешь, пытаешься закутаться, и этот холодный воздух, он проникает везде, навсюду, мне кажется. Я очень люблю солнце, я очень люблю тепло. Это комфортнее гораздо. Это тоже вдохновляет. И тоже какие-то появляются идеи, какие-то новые программы хочется делать, какие-то новые концерты. И в обязательном порядке ждешь уже вот-вот, кажется, вот эта весна, она должна принести что-то новое. Уже хватит этих коронавирусов, этих болезней уже. Хватит всего уже. Надо, чтобы все приходили на концерты, наслаждались музыкой. Да. Это точно. Но все-таки, знаешь, меня зацепил один момент, который, о котором ты только что рассказала. То, что вдохновляет, когда вечером выносишь мусор, поднимаешь глаза к небу, а там звезды. А ведь выносить мусор по вечерам так себе примета. А вот чтобы лишний раз посмотреть на звезды, нужно. Приметы вообще веришь? Нет. Абсолютно ни в какие? Нет. Это все надумано. То есть из какой ноги выходить на сцену тоже нет? Абсолютно нет. Ладно, продолжим музыкальную тему. Во сколько лет ты начала петь? Наверное, с рождения, не помню. Я была очень маленькая, но у нас дома сохранилась бобина еще, когда бобины были. Вот, куда меня пытались записать родители. Ну, и записали, вот, только прослушать ее сейчас не на чем, конечно же. Что-то я там говорила, что-то я там пела какие-то коляки, маляки. Ну, вот, наверное, оттуда. У меня папа гитарист, у нас музыка звучала постоянно в доме, бесконечно, и засыпала я под музыку. Наверное, это как-то... Ну, вот, хотел спросить, вот, с чего начинается твоя музыкальная история? Ну, в детстве все дети пели в микрофон, или в мамин дезадрант, или в папин, в там, в флакон от пены для бритья. Ну, все-таки, вот, твоя музыкальная история начинается с чего? Что я первое помню? В каком возрасте? Вообще, кем ты мечтала стать с детства? Давай так. Я не знаю, я как-то вот все пыталась вспомнить или как-то так определить себя. Наверное, все-таки музыка, вот, она как-то сопровождала мою жизнь, и у меня... Мне такое впечатление вот создается, что у меня не оставалось выбора, даже вот, меня как-то жизнь привела сама. Вот, она была везде, она была вокруг, она была... Когда я сплю, может быть, гораздо тише. То есть, я просыпалась с музыкой, и в музыке засыпала, и такая команда есть такая, Bad Company называется, под которую я засыпала, папа на руках, он меня качал, и... Ну, вот, как-то... Папа меломан? Да, он гитарист. Он гитарист, у них была своя группа тоже, и поэтому все это... Ну, Bad Company, это, ну, как бы, с какой-то стороны, это уже классика мировой музыки, но это совершенно не классическая музыка. Нет, не классическая музыка. А я немного и то, а я немного о том, в какой момент вот и ты именно пришла к тому, что оперная сцена – это твое, оперная тема – это твое, именно классический репертуар, именно те произведения, которые, с которыми ты блистаешь сейчас на сцене – это твоя история. Хорошо. Это скорее пришло с музыкальной школы, в которую меня отдали. Раньше ходили по общепрозывательным школам, отбирали учеников, проверяли у них слух. Вот таким образом я попала в музыкальную школу, мне определили абсолютный слух и хотели отдать на скрипку. Я представила, как я бы тут и-и-и делать на ней. И попросила лучше отдать меня на фортепиано. Вообще, конечно же, не хотела учиться. У меня такой романтик такой был на арфе. Я сказала, я хочу... Я еще не знала, наверное, маленькая была, может быть, как этот инструмент точно называется. Катя сказала, хочу играть вот на этом. Вот. Мне сказали, ну вот на этом. Это уже потом в консерватории. А для начала вот реши, на чем скрипка или фортепиано. Ну, я выбрала фортепиано. С этого началось мое знакомство с классикой. Послушай, а откуда такая нелюбовь к скрипке? Ну, вот ты понимаешь, что сейчас многие скрипачи могут... Ага, Кузьменко, значит, ты скрипку не любишь. Не знаю, может быть, я где-то слышала, что так пытались науки заиграть, что это первые азы, это первые шаги, да, когда не получается. И вот не знаю, почему. Ну, как-то вот мне фортепиано, вот-вот, и сама вот эта постановка, вот это вот, вот, вот так вот сделать. Да, вот эта история, что я обычно барышня в красивых платьях за роялем. Да, да, где-то романсы, где-то вот песни какие-то, и все-таки приходят гости, и ты так раскладываешь свои пальцы на инструмент и поешь красиво. Вот где-то вот, наверное, вот этого хотелось. А это было везде, это и показывалось в фильмах, и в советских фильмах тоже есть, да, очень часто используется. Но фортепиано чаще там фигурирует, конечно. И вот, наверное, это где-то так отпечаточек отложило какой-то, и привело меня именно к выбору фортепиано. А потом началось соло. В младшем хоре, а в старшем... Это школьные партии, да? Нет, соло, сольные партии в хоре, да, то есть в обязательном порядке же. Хор мы проходим, все проходят, и пианисты, и скрипачи вообще, все, и народники. Ну, хорошо, мы еще не закончили со школьной историей. В школе, музыкальная школа. А хор был какой-то, или... Хор? Я вообще в жизни, я, наверное, участвовала и во всех хоровых коллективах у нас в городе Гомеле. Я не знаю, не осталось ли какого-нибудь незамеченного мной. Я пела во многих коллективах вообще петь. Люблю, обожаю, и пытаюсь это делать везде, всегда. А в школе в обязательном порядке тоже. И вот моя, наверное, вот сольная моя деятельность, она как раз-таки началась именно вот с тех первых шагов, когда меня на фоне хора выдвигали на сольные, да, солирующие персоны. И вот где-то там вот оно зародилось во мне, когда я поняла, что я могу не стоять со всеми. Я могу это делать одна, и голоса у меня хватает. Да, вот. Ну, где-то так вот я и пришла к этому. Отец играет на гитаре, с маленького возраста дочь воспитывается на творчестве коллектива Bad Company. Вот, кстати, кто твои кумиры были в детстве? Какую музыку ты слушала в школьные годы? Как и все, там, Европа, Modern Talking? Нет, эти мы не любили. Что значит не любили? Ну, есть же разные вокалисты, есть разные гитаристы, и когда ты понимаешь, что вот эти ребята играют немножечко лучше, а так, эти звучат немножечко качественнее, а вот здесь песни не настолько попсовые, а более роковые. То есть все-таки ты сторонница рок-музыки? Меня приучали, да. Это какие коллективы? С детства, если начинать называть, то это, естественно, такие старые коллективы, ну, так старые, но они актуальны. У меня ребенок до сих пор их слушает. И CDC, и Rolling Stones, и те же Bad Company, и Kansas Group, и King Crimson, Led Zeppelin в обязательном порядке, Pink Floyd. Это то, что звучит у нас дома. Сейчас я вот... В принципе, я люблю очень разные стили. Я люблю послушать и Филипп Сесс Акустик Трио. Они такие полуджазовые где-то, очень интересные. И For Play такая группа есть, очень тоже хорошая. И Ричи Коцин такой исполнитель. И Лени Кравец тот же самый. И современный британский, но он мне очень понравился. Но это современная музыка. Ну, хорошо, а как же модная Ники Минадж, Леди Гага? No, no and no. Нет, нет, нет. Ну, если брать каких-то вокалисток, то это, естественно, Марай Керри, Уитни Хьюстон, это Дайана Шур, джазовая певица, это Билли Холидей. Я ее вообще обожаю. То есть, ну, так скажем, если классику, если намек на то, что слушаю ли я вообще классику, да? Слушаешь ли ты вообще классику? Да. Ну, очень люблю фортепианные концерты послушать какие-нибудь. Очень люблю Рахманинова и очень люблю Римского Корсакова. Вот из наших русских композиторов. Особое место, я знаю, в твоем нынешнем творчестве занимает Моцарт. Ну, это композитор всех колоратурных сапран. То есть он персонально для вас, собственно говоря, и писал, да? Ну, у него очень много, да. И, во-первых, музыка Моцарта, она удобна для исполнения не только вокального. Она настраивает голос, она лечит голос. Она удобна и для пианистов тоже. Там, как ни возьмись, оно все рядышком для пальчиков очень хорошо написано. Я просто предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу. Я знаю, что в твоем репертуаре есть ария «Царицы ночи» из оперы «Волшебная флейта». Предлагаю вместе сейчас получить настоящее эстетическое удовольствие и послушать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Волшебная флейта» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это музыкальная среда на телеканале «Беларусь 4». Субтитры создавал DimaTorzok Показать настроение, настроение и внутренний мир вот этих героев. Я просто о чем более детально хочу спросить. Артист предлагает зрителю какую-то программу, в данном случае классическую. Но ведь зритель, когда собирается на концерт, для него это целое арт-событие. Событие в его культурном мире. Он тоже идет на концерт в предвкушении чего-то. Что же, с какими мыслями он будет пребывать полтора-два часа на этом выступлении и какие эмоции у него останутся? Хотелось бы, конечно, чтобы остались самые положительные эмоции. И представляя какие-то программы, ты, конечно же, продумываешь, что будет получать зритель. Либо это будет более мягкая, более спокойная для восприятия, да? Более легкая музыка. Это романсы и песни. Конечно же, арии – это более тяжелая артиллерия, как говорится, да? Это более серьезная музыка. То есть арии – это можно считать рок-музыка в мире классики? Ну, это не совсем. Это примерно как Дарья Донцова и Достоевский по восприятию чтения, да? Я понял. То есть восприятие само, ты погружаешься, настолько серьезное это будет драматическое что-то или лирическое. Ведь романсы и песни, они сами по себе по времени гораздо меньше. И они рассказывают о чем-то более как бы… То есть там есть в одном маленьком произведении, да? У тебя и развязка, да. Микроспектакль. Да, можно так сказать. Ария – это, собственно, взятый кусок из большого, огромного полотна. И тебе нужно все-таки передать вот этот смысл. Где-то, конечно, говорит, ведущий объясняет, что-то разъясняет, да, где-то подводит вот как-то, что за композиты, что за произведения. Но все равно это огромная задача, очень тяжелая. Вот передать именно арии, одной арии смысл всей оперы, допустим. Мы как-то упустили момент. Почему, например, когда уже ты поняла, что музыка – это не просто увлечение, хобби, а это профессия, почему не фольк, почему не эстрада, не поп, не рок, а именно классика? А, ну, потому что голос у меня не предрасположен под рок, естественно. Вы слышите, да? Можете послушать. Конечно, конечно. Ну, как я им буду исполнять рок? Народные песни тоже, ну, это совершенно другая манера исполнения. Совершенно другой диапазон используется, голоса. Поэтому, и потом, понимаете, как-то классики меня привели мои учителя, которые у меня были в жизни. Никогда не хотелось уйти, например, даже ради эксперимента в сторону той же поп-музыки или то, что собирает, например, стадионы и на всех радиостанциях, на всех музыкальных платформах, во всех информационных источниках. Вот видите, вот оно, вот параллель, тогда, когда я вышла исполнять сольные партии из хора, да, и когда я поняла, что я могу делать то, что не делают все. Здесь примерно та же самая мысль, когда ты понимаешь, что вот этой музыки сейчас очень много, и ею все перекормлено просто, буквально она везде. А классика, она немножечко уже как-то так, к сожалению, отходит на какие-то там нацитые позиции. Ну, тем не менее, тем не менее, например... И хочется донести до зрителя просто то, чего они не могут получить в обыденной жизни. Я к тому, что, тем не менее, билетов, например, на какие-то определенные спектакли или концерты в театр, оперы и балета, ну, порой бывает не купить. Ну, это скорее, понимаете, это заслуга того, что там есть, допустим, в Минске, да, там есть оперный театр свой. Там люди приучены буквально с детства, потому что в оперном театре ставятся спектакли и для детей. Оперные спектакли, там, где настоящие оперные певцы. Все по-взрослому, все серьезно, но только это детские спектакли. И Айболит там проходит, и еще какие-то, да, волшебная музыка, по-моему, называется. То есть там детей приучают изначально к тому, что есть вот еще такая форма музыки, такой жанр, как опера. Поэтому там гораздо проще. И у меня вот еще буквально до коронавируса там было очень много концертов. 2017 год. Ты выпустилась выпускница Университета культуры и искусств в кафедрах хорового и вокального искусства. Класс вокала солиста Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреата международных и национальных конкурсов Александра Краснодубского. Расскажи немного эту историю. Как шел, ну, может быть, даже не учебный процесс, а вообще, как складывалась эта история. Потому что я знаю, что сегодня ты с маэстро Краснодубским уже на равных, не как ученица и преподаватель, а уже как два состоявшихся артиста, два лауреата различных конкурсов, выступаете на больших и малых сценах. Да, вы знаете, вот у меня, наверное, по поводу учителей вообще такая волшебная история в жизни получается. Вообще везло на учителей. Начиная с того, что я заканчивала вообще музыкальную школу, я так издалека начну, да, дипломатично. Я заканчивала музыкальную школу по классу хоровой и фортепиано. Это было две специальности я получила, и как пианист, и как хоровик-дирижер уже тогда. И у меня была Севаченко Лидия Николаевна. Люблю ее, обожаю, она мне привела любовь к фортепиано. Я до сих пор, да, сажусь и играю, и читаю с листа. Ну, конечно, это же не скрипка. Да, да, вот, а еще мне тогда же, да, вот, представляете, то есть у меня с хоровым дирижированием вообще, дирижирование вообще интересная профессия, тогда, когда от твоего жеста зависит вот то, как прозвучит произведение, когда перед тобой вот стоят там 40 с лишним человек, да, и ты можешь что-то показывать. То есть получается ты и хоровой дирижер? Да. Ух ты. Ну, я работала еще в музыкальной школе, теоретиком, ну, да, обширно очень в музыке. И у меня тогда был покойный Курилин Владимир Викторович, это был директор первой школы Чайковского. Он у меня вел дирижирование. У него у самого была хоровая капелла при доме учителя. Вот, это огромный коллектив с многочисленными заслугами. Поэтому и победами, и вот тогда. Потом я попала в колледж Соколовского на хоровое дирижирование в класс Мурашка Инессы Афанасьевны, величайший педагог. Столько, сколько она дает своим студентам, давала своим студентам. Она, к сожалению, сейчас не работает. А вот я получила, конечно, колоссальный багаж именно знаний и возможностей. Маэстро Краснодубский. И вот в продолжение, да, то есть, и вот везде меня окружают. Это самые лучшие учителя. И так получилось, что в университете мы приезжали. Вот я приезжаю, я заочно обучалась, потому как была семья и ребенок, и, естественно, куда я это все брошу. И нужно было доучиваться как-то. И я приехала, у меня один педагог по вокалу, я приезжаю на следующую сессию, у меня другой педагог по вокалу. Это были женщины. А потом я приехала в очередной раз. И даже в некоторой степени было неловко, потому что мне сказали, вот будет, Оля, у тебя будет мужчина преподавать. Я говорю, как мне, женщине, вот какой мужчина по вокалу? Что он мне, женщине, может дать? Ну, то есть, я считала всегда так, что женский вокал, да, женским вокалом должны женщины заниматься, там, мужчина может, конечно же, лучше объяснить мужчине, что это в плане техники, вообще голос, да, мужской, женский. А оказалось, что важна техника. Именно техника исполнения. И это был единственный оперный певец у нас на отделении. И вот мне посчастливилось к нему попасть совершенно случайно. Он сразу же как-то заметил мой диапазон. Мы стали распеваться, он сразу заметил, что это уже третья октава пошла, это уже высоко, это уже где-то заоблачно. А потом мы стали заниматься, заниматься. Меня это втянуло до такой степени. Понимаете, когда получается, когда ты видишь, что твой результат уже пошел. И уже вот интерес, да, вот это вот, а больше, а еще, а еще, а еще, а еще. А вот интересно, к чему я приду, если я буду заниматься, так он говорит. И вот какие-то, я месяц молчала. Первое, что он мне сказал вообще, самое первое, он говорит, так, значит, целый месяц дышим, делаем упражнения и молчим, мычим еще. Вот мычим, да, дышим, мычим делаем там пострельниковую гимнастику дыхательную и молчим. И когда я через месяц приехала и открыла рот, я почувствовала результат. Я услышала себя, и услышали меня другие студенты, которые стояли за дверью и подслушали, что там такое интересное звучит. Вот, открывали дверь, смотрели. И да, действительно, вот стало получаться все больше и больше и больше лучше. Сегодня вы уже на равных выступаете на одной сцене, даже у вас есть совместная программа. Вот признайся, сейчас ты, маэстро Краснодубского, воспринимаешь уже как коллегу или все-таки как педагога, преподавателя, учителя? И так, и так. Потому как в любом случае контроль, понимаешь, вот когда... Вот дано было мне всего лишь два года, да, с ним вот окончание. Мы как-то так застали, встретились, да, вот на занятиях. Он пришел поздно работать. До этого работал его отец, Краснодубский Иван. Он, к сожалению, скончался, да, тоже был великолепным педагогом. И потом вот пришел Александр Иванович работать, и я попала к нему совершенно случайно. И вот за эти два года, которые вот... Это колоссально мало для вокалиста. В консерватории обучаются пять лет, и все равно этого мало, потому что нет предела. Это мышцы, да? Естественно. Ты все равно идешь дальше, ты тренируешься, ты распиваешься. Это те же самые тренировки, это те же самые какие-то соблюдения, каких-то там диет, правил, там еще чего, гигиена голоса в конце концов. В 2016 год ты становишься столисткой Гомельской областной филармонии. Помнишь свой первый рабочий день, свой первый концерт? Вот первый концерт с трудом я вспомню, потому что тогда как-то я быстро очень окунулась в это. Потому что было такое весенне-летнее время, когда как раз-таки концертирующее такое, так скажем, да? Вот. И очень много было выступлений сразу. Кстати, у нас есть один интересный отрывок. Твое выступление на сцене «Белой гостиной» Дворца Румензовых и Пасхевичей. Кстати, исполняешь ты одно из моих любимых произведений. Рахманинова здесь хорошо. Давай посмотрим. Да. Дворца Румензовых и Пасхевичей. Дворца Румензовых и Пасхевичей. Дворца Румензовых и Пасхевичей. Субтитры — Сирен Сoeше. Субтитры создавал DimaTorzok Для тех, кто только что включил телеканал «Беларусь-4», напомню, это музыкальная среда. В гостях у нас сегодня великолепная Ольга Кузьменко. И продолжаем наш разговор. На каких площадках комфортнее работать артисту твоего жанра? В маленьких камерных залах, например, как сцена «Белой гостиной» или какие-то большие тысячники? Конечно, на больших площадках удобнее. Чем? Ну, наверное, из-за той техники, которую я получила. Потому как в маленьком зале, в маленьком помещении тебе не слышно, не хватает акустики где-то. Где-то ты понимаешь, что может быть переизбыток голоса. Строить, вот выстраивать его немножечко неудобно. Ну, по крайней мере, я говорю о себе. Говорю о всех вокалистах. Каждому кто-то более камерный, да, вот есть голоса более камерные, они более маленькие. Я смогла озвучить, ну, по крайней мере, самый большой зал, который я озвучила без микрофона, это был зал на 800 мест. Без микрофона? Да. Это как? Без микрофона. Понимаешь, вот я ждал, пока мы подойдем к этой части разговора, меня всегда жутко интересовало. Вот все привыкли, что певцы, солисты оперных театров, люди достаточно габаритные, массивные, тучные. Вот, ну, примеров в музыкальной истории тому немало. Да. Ну, вот когда я услышал, какие ноты берешь ты, и с какой громкостью ты поешь, у меня вопрос, где прячется этот голос в хрупкой Ольге Кузьменко? Не здесь, а здесь. Серьезно? Да. В костях. Резонирование. Это правильно, это вот то, чему, опять же таки, да, вернемся к Краснодопскому Александру Ивановичу, это то, чему научил меня педагог, который ныне действующий солист оперного театра, Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Тогда он, понимаешь, он дал мне то, что он может сам, потому как он озвучивает весь оперный театр, да, на спектаклях, естественно, без микрофонов. Этому он меня и научил посылать звук вперед, поэтому мне проще, мне чем дальше, мне надо знать, куда я посылаю звук, поэтому в маленьких помещениях его некуда посылать, приходится что-то вот с этим голосом, да, делать такое. Петь в полсилы. Да, петь в полсилы, это, ну, ходить, да, дышать в поллегкого, ходить на одной ноге, ну, это такая полуинвалидность. Всякое ли произведение ты согласишься исполнять? За всякое, ну, даже не исполнять, за всякое ли произведение ты возьмешься для дальнейшей работы? С профессиональной точки зрения, конечно же, артист берется за всякое произведение по характеру, но не по диапазону, да, потому что есть у меня колоратурное сопрано, есть произведение, которое написано для лирического сопрано или для мето-сопрано, за эти произведения, конечно же, не возьмусь, для других голосов я тоже, конечно же, не возьмусь. А то, что из моего репертуара, да, я его стараюсь пополнять постоянно, и произведений еще очень много, которые бы хотелось петь. Ну, вот, характер мы должны уже вкладывать актерским мастерством. Ну, действительно, потому что в любом произведении есть и комические, есть и трагические, то есть приходится быть не только солисткой, но еще и актрисой. Да, не только Джульетта, которая молодая, там, да, пришла, только-только вот на первые ее баллы, восхищается вот тем, что она приходится и злой царицей ночи быть. Далее в нашем эфире Джакомо Пучини, опера «Богема», ты исполняешь там вальс «Мюзетте». Послушаем? Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Напоминаю, что это музыкальная среда, в гостях у меня очаровательная Ольга Кузьменко. О новостях немного поговорим. Как ты предпочитаешь узнавать новости? И следишь ли ты вообще за тем, что происходит? Ну, очень мало времени я уделяю новостям и тем, что происходит вокруг. Ну, бывает даже такое, что, ну, где-то что-то слышала там, ну, вот, или где-то что-то рассказали. А потому что мне, ну, не хватает времени катастрофически. Ну, ну, хотя бы за музыкальными новостями успеваешь следить, кто чего исполнил, кто приезжает на гастроли? Практически нет. Тогда слушай, восполни немножко этот пробел. Кстати, сегодня, в принципе, неделя это насыщена новостями, но сегодня одно из больших мероприятий проходит в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. Концерт в памяти Михаила Павловича Дреневского. Пересекались ли вы с маэстро Дреневским и с его легендарным хором? И какое впечатление производит на тебя музыка такого плана? Впечатление производит огромное. Да, пересекались на госэкзамене. Он у меня принимал госэкзамен в университете. И когда я приходила к нему на концерт, и на самом деле это легендарный коллектив. Они делают колоссальную работу, проводят. И ту энергетику, которую ты получаешь, мне кажется, они ею раздвигают стены. Потому что уйти без восторга, именно восторга, даже если ты пришел в плохом настроении, ты получишь все равно такой заряд. Вот как им это удается? Это огромный труд, наверное. И как они любят свою работу, это видно. Это видно в каждом исполнителе, который стоит у них на сцене. Ну, сегодня у тебя достаточно много сольных программ и концертов, где ты работаешь в тандеме и с другими солистами, и с оркестрами, и не только нашей филармонии. Вот как строится вот эта вот работа? Кто кого находит? Как получаются эти дуэты, эти необычные программы? А мы, наверное, просто знаем друг друга. Это мир музыки, где мы все знакомы. И где-то все равно, ну, кто-то кого-то знает, где-то вот как-то кто-то сказал, где-то кто-то услышал. Зачастую просто предлагаешь, давайте вот сделаем, вот здравствуйте, я такая-то там, давайте вот сделаем, интересно с вами посотрудничать. Иногда и такое бывает. Ну, по-разному. Иногда просто мне звонят, говорят, вот я там такой-то, да, давайте с вами сделаем концерт. Вот, смотрел, слышал, видел где-то там. Для себя есть какие-то, скажем так, отметочки? Вот что лично тебя как певицу, артистку, творческую единицу впечатлило? Какие тандемы? Ну, наверное, все-таки самое большое впечатление... Да почему мне все впечатляет? Меня впечатляет, конечно же, программа... А ты сейчас кого-то не назовем? Нет, даже дело не в этом. На самом деле, они разные, просто разные, и они, каждая по-своему интересна. С любым оркестром, все оркестры разные, да, с каким оркестром ни возьмись, это новый дирижер, это новое сотрудничество, это новая трактовка произведения, это с Александром Ивановичем, это программа дуэтов, все-таки, когда сочетание, да, женского, мужского голоса, это тоже очень интересно. И тогда, когда ты чувствуешь себя не студенткой, а на сцене, все-таки... Артисткой, настоящей. Да, да. Когда ты понимаешь, что ты наравне с ним идешь, вот это тоже впечатляет. И когда ты понимаешь, что ты точно так же, как оперный певец сейчас, вот озвучивает этот зал, ты в состоянии сделать то же самое, именно благодаря вот этому человеку, который сейчас выступает на сцене стоит. И это впечатляет. И впечатляют разные концертмейстеры, с которыми приходится, да, пианисты, вот, с которыми приходится работать. И все они разные. Поэтому, да, все нравится, все... Я люблю, вообще я очень люблю свою работу. Я впечатляюсь абсолютно всем, что есть. И готова к сотрудничеству. Были даже... Елена Соколова приглашала, да, к сотрудничеству с ее хором, уже вот когда я была на этой должности. Поэтому мне интересно все. Музыки давно не было в нашем эфире. Да. Далее у нас Джузеппе Верди, Ария Виолетта из оперы Травиата. Послушаем. С удовольствием. Далее у нас Джузеппе Верди. Далее у нас Джузеппе Верди, Ария Виолетта. Далее у нас Джузеппе Верди, Ария Виолетта. Далее у нас Джузеппе Верди. Далее у нас Джузеппе Верди, Ария Виолетта. Ну а наш эфир продолжается. Для тех, кто только что к нам присоединился, напомню, это «Музыкальная среда» на телеканале «Беларусь4». В гостях у меня сегодня великолепная Ольга Кузьменко. Продолжаем о музыке и не только. Кстати, мы выяснили то, что в приметы ни в какие ты не веришь. Абсолютно. Но сегодняшний день, между прочим, богат на различные события. Рассказать какие? Сегодня в мире почему-то отмечают День пельменей. Сегодня отмечается День выпивания вина. Сегодня праздник всех легкомысленных и день, когда все понятно без слов. Чувствуешь, как сочетается? Вино с пельменями, а с видом легкомыслие. И тогда все понятно без слов. Скажи, вот из этих необычных праздников дат, какой тебе наиболее симпатичен и почему? Из этих, которые ты сейчас назвал? Могу повторить. День пельменей, день выпивания вина, праздник всех легкомысленных и день, когда все понятно без слов. Ну тогда день, когда все понятно без слов. Когда об этом можно спеть? Да. Именно. Именно потому, что есть музыка тогда, когда есть музыка, тогда все понятно без слов. Скажу честно, мне наиболее симпатичен День пельменей. Ну я не буду говорить в эфире, какой еще день мне интересует. Окей. Ольга Кузьменко на кухне. А то все о музыке, о музыке. Вот как часто ли бывает такое, что ты появляешься на кухне, чего-то готовишь, какие-то салаты, что-то там колдуешь? И какое вообще твое коронное блюдо? Дома пока кроме меня на кухне не бывает никто. Мне приходится готовить и не только себе, и ребенку, сыну. Поэтому, да, на кухне я часто. Не скажу, что я там шедевральная... Ну может фирменная шарлотка от Ольги Кузьменко. Но одно блюдо, которым меня научил мой папа, он великолепно готовит, да, но со мной по жизни. Я не буду открывать тайну. Ну ладно, хорошо, пусть будет это маленьким секретом, маленькой интригой. Все равно, я уверен, это далеко не последняя встреча в этой студии, в музыкальной среде. И однажды, однажды мы узнаем рецепт этого фирменного блюда. Может быть и попробуем. Говорят вот, что легкомыслим, и надо быть очень даже полезным. Ты с этим согласна? Ну, судя по цвету волос, я не могу быть с этим не согласна. Кстати, часто ли приходится слышать о том, что, ну, вы же блондинка? Да. Часто. Это для тебя больше комплимент или все-таки, ну, вот опять? Это иногда помощь. Махать в жизненных ситуациях. Хорошая правда, но я же блондинка. Отлично. Я думаю, что на такой же позитивной ноте продолжим нашу программу, но немножко в музыкальном ключе, объясню почему. Далее у нас куплеты Адели из опереты «Летучая мышь». С каким настроением выходишь их исполнять? Ну, это ария «Шутка». Там, где подшутили, конечно же, да, над мужчиной. Давайте посмотрим. Давайте. Субтитры подогнал «Симон» 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 Берегите себя, берегите близких Любите друг друга Я буду ждать тебя в нашей студии С нетерпением снова С новыми программами С новыми песнями С новыми историями Огромное тебе спасибо Это была программа «Музыкальная среда» На телеканале «Беларусь-4» Ну, с вами же мы увидимся Как всегда на нашем канале А завершится этот вечер Конечно же, на музыкальной ноте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok